Я бы хотел с того самого совпадения дат Дня Независимости и Дня Победы, которые в этом году отмечали в один день, 9 мая. С детства своей юности я провел в СССР. В Израиле живу уже четверть века, так что считаю, что у меня есть это право сравнивать. Вот, например, у нас не принято праздновать победу. Во-первых, непонятно, в какой именно из войн. Во-вторых, куда более уместно, я считаю, вспомнить тех, кто погиб во всех войнах, во всех терактах. Ведь у нас в Израиле, в отличие от России, мир в классическом его понимании так и не наступил. У нас каждый день это борьба за выживание. Но стоит помнить, что в 1948 году эту борьбу вел народ, который пережил величайшую трагедию. И в этом смысле, конечно, мы, как народ, обязаны всем, кто сражался с нацизмом. В каком-то смысле, наше понимание победы во Второй мировой войне искажено. Считается, что сражались в войне и победили США, Великобритания и Франция. Но уже находясь здесь, мы гораздо лучше осознали, что основные потери понес Советский Союз. Сложно себе даже представить такое. Целых 20 миллионов человек погибли, защищая Советский Союз и Европу. Это огромное количество людей. Только твердость русских смогла, в условиях русской зимы, остановить прекрасно смазанную германскую военную машину. Они заплатили за это своей кровью. И это очень важно понимать. И нет места лучше, чтобы осознать это все, чем то, где мы находимся. Ну и в продолжении программы еще раз вернемся к смыслам понятий победа и память. Война и мир в эфире. Это уже потом Сталинград станет Волгоградом. А в 25-м году в рамках кампании по избавлению от всего, что так или иначе было связано с монархией, город Царицын в честь признания заслуг Иосифа Сталина переименовали в Сталинград. Потом была война. В 56-м Хрущев выступил со своей знаменитой речью о культе личности и его последствиях. Ну и уже в 61-м Сталинград был переименован Волгоград. Десталинизация, впрочем, давно забыта. Роль Сталина сегодня положительно оценивают 70% россиян. Знаете, словно и не было тех великих строек коммунизма, репрессий, гулага, еще вот этой известной военной стратегии под названием «возьмем количество». Эти перегибы на местах, ну вот так их сегодня называют, мешают образу той самой победы. Образу, в котором понятие «вождь», то есть «лидер», важнее понятие «народ», то есть те самые люди, которые шли умирать за Сталина. Это мешает образу, в котором во фразе «я помню, я горжусь» гордость важнее памяти. У всей этой истории на самом деле мораль одна. Пока мы помним, мы живем. Звучит пафосно, но ведь это верно. И пусть ради этого нужно было приехать в Россию, но ведь стоило того, чтобы вот здесь, на этом месте, провести свою собственную акцию «Бессмертный полк». Мой дед Дубов Владимир Хацкевич, офицер Красной Армии. Его жена Дубова Циля Цалемна. У них есть правнуки и уже даже праправнуки, которые родились в Израиле и говорят на еврите. Так что вот они, мои победители. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня говорили об этом, но все-таки скажу еще раз. 9 мая в нынешнем году отмечается не только День Победы, но и День Независимости нашей страны. Страны, которая уже восьмой десяток лет живет от войны до войны. Но все-таки живет, ругается, спорит, воюет, любит, растит детей. И хочется верить, думает о будущем. Так что с праздником!